И снова добро пожаловать! Это Игра Сома. Мы с вами давно-давно не снимали, потому что в прошлый раз запись у меня сорвалась и все буквально исчезло и постоянно возникали какие-то баги и проблемы. Я надеюсь, что больше такого не будет и мы сможем решить эту проблему и продолжим проходить нашу историю. Что ж, поехали. Уже плохо помню, что мы здесь прошли, что не прошли. Там были какие-то жуткие, лютые монстры. Они за нами охотились. Сюда мы загружали мужика. Кто-то здесь пробежал, все поломал. Ну а наша задача отправляться дальше. Саймон, мы нашли. Теперь можно идти к Денбет. Да, мы там что-то какие-то станции исследовали. Мы уже вообще почти, по-моему, приблизились к завершению тоже этой игры, но из-за технических проблем пришлось немножко отложить ее запись. Так, ну и где ты, мадам? Катерин, мы не могли бы просто извлечь код из данных Брэндона? Как-то жестоко было его так воскрешать. Мы... Нет, это невозможно. Воспоминания так не действуют. Будем надеяться, она того стоила. То есть мы тогда брали воспоминания мужика, помещали его в какую-то среду и допрашивали его, то есть обманывали его. А он является такой же проекцией, как и мы, только у нас сейчас есть тело. У Катерин тела нет. Надо забирать. Вот вы где. Прогреватель у нас Денбет, он много месяцев собирал. Вот и все, готово, отправляемся. Ну давай, отправляемся, это Катерин, мы можем видеть ее. Ох, неважно. Что же мне надо сделать? Отправляйтесь в Донбет. Так вот, да ты меня все отправляешь. Подключи меня там, и я нас пущу в бездну. Вроде не сложно. Ну, вроде-то, конечно, не сложно, но забираем. Пока из всех ужасов, что мы здесь видели, это ходящее за нами какое-то существо, которое сошло с ума. Так, сюда, не сюда. Правильно, все, да, мы зарядили. Пока больше ничего такого не было. Здесь надо решить какую-то загадку, по-моему. Здесь, по-моему, ничего нельзя больше сделать, кроме как подключить провод. Вот сейчас попробуем его подсоединить к компьютеру, откуда он идет. Она должна заработать. И сможем спуститься вниз. Только что-то не получается. А вот. Отлично. Теперь можно включить, наверное, лифт или что это такое. Все готово. Ой, все закрылось. Так, ну, давай что-нибудь тут подрегрегулируем. Ой. Система включена, самодиагностика. Там что-то, там что-то идет к нам. Готовность к освобождению. Может, не надо? Кого мы освобождаем? Я не могу, не могу. Кто это? Ой. Что такое? На них еще глядеть нельзя. И шевелиться нельзя. Это вы все вина. Так. Все плохо. Вышел из-под контроля робот. Он совершенно не хочет нам помогать. И оставаться здесь тоже. И мы его освободили. И он убежал вниз. Теперь здесь темно. Что-то ноет в ухе. А куда нам идти? Сейчас нас будут пугать снова в очередной раз. Пока вроде тихо, никого нет. Просто если что, мы смотрим в пол и не двигаемся. Самое важное. Но, кстати, вот с теми мужиками в скафандре, это не всегда работает. Они кусают за жопу. Так, лестница. А! Открылась. Открылась дверь. Можно теперь пройти по шахте. Ой, ненавижу эти шахты. Я не понимаю, как здесь ориентируется. Так, ну, видимо, вниз только, да? Ну-ка, давай попробуем перепрыгнуть. Ну-ка, давай попробуем перепрыгнуть. Ну-ка, да. Молодцы. Хороший прыжок. Так, сейчас опять что-то начало подлагивать. Хорошо. Дойти. По шахтам очень плохо, потому что мы очень шумим. Сохранение, сохранение. Каждые пять секунд эти сохранения. Так, ну все, началось. Все, 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 за нами гонятся уже. Вентилятор. Даже не знаешь, оборачиваться или нет. Обернешься, умрешь. Нашли какой-то путь. Обратно мы, наверное, потом вернемся. Ну ладно. Открываем, смотрим, что там. Куда-то вышли. Закроем. По всяким случаям, лучше закрыть. Они здесь ползают. Вроде никого нет. Спускаемся. Аккуратно, аккуратно спускаемся. А-а-а! Аптечка зачем-то тут. И надо почему-то, если ее не используешь, у тебя игра не идет дальше. Так, фотография. Ничего нет. Так, давай ее подключим, может, подойдет. Ой, стойте, не может быть. О, нет. Нева добралась до бодискафа раньше нас, да? А, да. Оно говорило, вряд ли это хороший знак. Чуварт! Слушайте, нельзя сейчас отступать. Должен быть другой способ. Подумайте, как вы это сделали? Как вообще команда спустила ковчег в бездну? Если они не пользовались Дэн Бэттаса, это только вариант с подъемником на микроне. Это нечто вроде лифта, он, как говорят, опускает прямо в бездну. Ладно, значит, так и сделаем. Идем на микрон и садимся в лифт. Да, конечно, отправимся на микрон и будем надеяться, что там есть для нас энерго-костюм, чтобы нас не сплющило давлением в бездне. Звучит весьма интересно. А это какая разница, она вообще ничего не теряет. А что тут? Похоже, тут много информации по ковчегу. Тут и прототипы, другие данные, ладно. Давайте начнем. Я хочу увидеть, как это работает. Может, мы сможем вычислить, как попасть на ковчег. Ой, все заработало, сразу все включилось, сразу бы так. А вы не знали, как туда попасть? А, надо подключить. Ну как? Ой, что-то заработало. Проверка памяти 1201 терабайт, обнаружена ошибка. А, что такое? Порождено примерно 43%. Ой, 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 тут надо бы что-то собирать. А на сколько это памяти нам надо... Сколько это памяти? Да, я помню, здесь оно... Должно занимать вот меньше, чем 1152 терабайта. Ну что, выключаем, все, чего? Все, выключаем. Ничего не будет, никаких объектов в нашем новом мире. Блин, вот, отлично, отлично. А, тут необходимы именно вот эти паки. Тьфу. А, давай походим, еще что тут есть. Документы, решения. Я решила закончить проект Ковчег, используя уже сделанные сканы. Прошу прощения у всех, кто хотел попасть туда, но не успел пройти сканирование до остановки проекта. Со временем добавления последнего образа прошло два месяца. Я при всем желании не смогу снова добавить от всех вас того же уровня поддержки, что так помогла мне в начале проекта. Простите, я не хотела, чтобы люди лишали себя жизни. Я не намеревалась обманывать кого-то, бы то не было. Я просто хотела спасти хоть что-то. Доктор Кэтрин Чун. Нет, это не наша мадамочка случайно. Так, а она тоже... Ах, что с ней случилось? Она просто... И сломалась немножко, мы извлекли. Так, установить модуль интерфейса, запечатать капсулу Ковчег, спросить разрешения, проинструктировать Ивашкина... Боже мой... Доехать на шаттле до Микрона, забрать Иногда... Это прекрасно, что надо сделать. Это она мне написала? Загрузить снаряд, загрузить Ковчег. Назад. Дальше. Так. Ну, мы рядом уже. Мы почти рядом. Отношение к Ковчегу. Опрос об отношении к Ковчегу. Мы интересуемся мнениями персонала. Это мы же делали это, нет? Я же не помню, мы делали это, или это я и одна делала, когда записывала в первый раз. Недавно было принято решение о том, что проект Ковчег станет последним официальным заданием по ТОС-2. Персонал должен выполнять свою работу, несмотря на катастрофические условия на поверхности Земли. Верно или неверно? Абсолютно верно. Я считаю, что проект Ковчег – наиболее логичный шаг к спасению человечества, что мы должны посвятить и в разрешении столько времени и ресурсов, сколько потребуется. Неверно. Давай, отвечай. Для участия в проекте каждый человек должен пройти через сеанс электромагнитного облучения на кресле пилота. Известно, что сеансы сканирования вызывают приступы тошноты и головной боли, продолжительность которых может доходить до трех суток. Я считаю, что временный физический дискомфорт, каким бы то сильным он ни был, малая цена за спасение человечества. Ну что ответим? Конечно верно. Совершенно верно. Ковчег построен с учетом габаритов зонда Рейджер 7. И следовательно, может быть запущен в космос с помощью космической пушки Омега. Там он сможет работать в течение многих тысячелетий, черпая энергии света нашего Солнца и отдаленных звезд. Я думаю, что Ковчегу следует оставить Землю позади и отправиться в космос. Конечно стоит. Что ответим? Интересно, наше решение вообще повлияет? Нет, они на дальнейшие какие-то развития? Или нет? Ну хорошо, верно, верно. Не совершенно верно. В чем разница, не знаю. Отцифровка человечества – это возможность увеличить, совершить качественный скачок в эволюции. Люди, населяющие Ковчег, могут в случае необходимости быть созданы из существенного генетического кода. Но также они получат возможность изменить этот код, чтобы немного улучшить свои новые тела, облегчить старение или даже предотвратить смерть. Я думаю, что без страха смерти или болезни мы рискуем утратить свою человеческую природу. Ковчеги можно сохранить. Всего 58 человек, чтобы увеличить популяцию и сделать ее состав более разнообразным. Можно вести в Ковчег искусственные интеллекты, которые будут во всем напоминать людей, но обладать немного детской и наивной натурой. Не, вот это нам точно не нужно. По мере дальнейших исследований природы разума мы сможем найти способ сделать их умнее. Я думаю, что даже группа искусственных разумов, уступающих человеку, оздоровит наше общество. Ну как знать, пока что не очень заметно. Хорошо, на отвечали тут на Абу мы одобрение ковчега верно-неверно, верность среди звезд, вечно среди звезд, типа как совершенно верно, 66%. Младшие братья, я уже не помню, что мы отвечали, потерпеть ради результата, верно 50%. От моего, по-моему, ответа здесь мало чего меняется. Вот только под последнее, что-то вот, а мы ответили совершенно верно. Мы не отвечали совершенно верно. А это показывает, а что показывает? Мне нравятся мне ваши идеи. Не, идея прикольная, но что-то пошло не так, что здесь и чокнулись-то. Беградировали, чокнулись, озлобились, потому что наедали всех. Деньги сперли, а людей поместили в искусственный мозг. Мозг. И все. И они здесь что-то как-то пропали. Почему-то. Так долго ждали ковчега. Что это? Это следователь состава. Костер его используют, чтобы проверить структурную целостность груза. Ясно. Вы можете отсюда залезть? Я бы знала, что вы сделаны. Я бы быстрее разобралась, как поместить вас в ковчег. Но я попробовала. Но мы еще как бы... Мы еще норм, а вот она-то уже ее вообще нет. Ну хоть не убила себя, да? Так а какая разница? Все равно можно ее копию тоже поместить куда-нибудь. И у нас есть копия, а мы себя стирали, я уже не помню. По-моему, мы себя из базы стерли. Я предлагаю бросить эту Кэтрин здесь. На кой она нам здесь нужна? Она... Вот, смотри, она же сама искусственный интеллект, а того мужика она не пожалела. Сказав ему, что он всего лишь... Так, немного тесновато. Вы выключатель достаете? Да. Радиацию мне надо бояться? Я думаю, нам уже это лишнее. Да и нам уже ничего здесь не повредит. Интересно, похоже, Дина целая со своим скафандром. И как-то добыть костюмом. Мне кажется, они там больше. Вы прямо там в этом и поместитесь. Имаджин, кто это? Кажется, основой для вашего тела стала одна из моих старых коллег. В череп вставлен стандартный энцефалочип. В смысле? У меня в женское тело поместили, дураки? Я что, ваша старая коллега? Ну, тело от нее, Имаджин Ред. Ужас какой. Не говорите такие. Она, вещь, она была ко мне добра. Мы про нее читали, она, по-моему, там тоже. Мы можем передать ваш разум. Кэд, это же наполовину трупа. Да, логично, вы подумайте. Вспомните-ка, недалеко у мы, который мы тут видели. Просто жить в мертвое тело, очевидно, этого недостаточно. А в теле робота люди становятся не очень надежными, лучшие из обоих миров. Крепкий разум в крепком теле. Да это пока что. Потом неизвестно, что будет. Может, я тоже с ума сойду. По крайней мере, мы знаем, как попасть в ковчег. Я понимаю саму концепцию, но подробностей не знаю. Хотелось бы понять. Может, это вообще не существует. Кого-то увезли все-таки, не увезли. Так и непонятно. По-моему, здесь всех съели. Жуть. Так, посмотрим здесь на доску. Здесь какие-то фоточки. Ой же, как здорово! Тут вся команда. Фотографии персонала? Для кого вы их сохранили? Весь мир погиб. Спасибо, Саймон. Я раньше думала, как козлистые современные свойства на торте. Но теперь я вижу, что ошибалась. Чего? Проверите вы к наличии на видимых повреждениях. А, и надо энергокостюм руководства по пользованию. На ремни загребите части костюма. Начиная с ног. Ну, хорошо. Очень тяжелый. Их масса компенсируется приводами. Вы будете сильнее, чем обычно. Вот, и замечательно. Будьте осторожны. А чего осторожнее-то? Я пока доброусь здесь какой-то, что-то не очень приспособлены, по-моему, к жизни-то. Не погружайтесь при неисправном оборудовании. Не будем. Но у нас здесь все неисправное. Так, это Фи. Быстрая остановка на микроме, а потом быстро туда заделаем. Это карта. Найти тоннель. Фи, запустить ковчег. Проверить Тау, если кто-нибудь. Надеть энергокостюм. Ну, хорошо. Отправляемся в микром. Вот это наш путь 10. Запомнили? Ну, пойдемте собирать. Теперь сейчас, наверное, компьютер здесь больше ничего нет. Так, здесь нужно выбрать правильное количество, собрать здесь нужно мир, так, чтобы он поместился у нас на вот эту флешку или что-то. И загрузить. Так что, давай все убирать сначала лучше. И, значит, системная база. Это вот это. Это вот это. Давай нажимаем теперь системная база. А теперь теребится погода, атмосфера. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ мягкий твердый да блин ну и все закончилось то надо чем-то заменять а тут ничем его не заменишь так попробуй заново заново все собрать база и нам сразу требует следующие четыре нам надо что-то заменить чтобы меньше весить это уже так как-то и нет ничего памяти это совершенно погода погода воды нам нужно вот эта штука 66 этот вода повторяется мы сейчас возьмем вот эту поменьше которая до 165 давай твердая ты все равно она это требует здесь неизвестно давай за 172 это что вот это у хватит ах вот так вот можно сделать очень что-то подобрали попробуйте загрузить образ заготовка ряд ли это сложно я хочу убедиться что понимаю как форум формируются данные образы прежде чем мы начнем работать с настоящим ковчегом запустите симуляции нажмите на паузу пока выполняется код так и получит срис процесс ну хорошо давай кого загрузить это мы уже не используем настоящие данные не хочу потерять то что мы делали так это я ладно не будем взяваться над собой ну давай чем лучше чем привыкать уже несовместимы берг устаришь ну давай тест это до чего тут можно еще что-то остановить начать ждем чего-то ждем так что там делаешь загрузите образ заготовки поставьте на симуляцию пока он активен а на активе но загружать столько нажать на паузу когда загружен образ заготовки начали по а он не загрузил что ли еще ну ждем чуть-чуть загружать так долго русские надо понимать момент когда образ да подожди ты сколько он может загружаться уже пять минут грузит туда ты чё там меньше трех нельзя я не понимаю не не это медленно очень происходит да конечно все так точно так идеально сам себя не похвалив что он там да все что мы закончили можно теперь идти на микрон искать костюм он не поможет этому просто прототип отличная предпочтение легкие идемте забудьте взять меня с собой ну не знаю могу и не взять ну что вы здесь начинается самое весело я помню здесь какие-то монстры уже что так здесь нельзя шуметь куда пойдем что это за разметка так идем налево сразу смотрим что есть тупик и что идти некуда замечательно минус один путь идем направо мы выйти по мне можем здесь все поломано чё-то какое-то не открывается я надеюсь нам ничего не будет если мы здесь пройдем все закрыто что-то происходит так смотри разбитое стекло наверняка здесь надо надо разбить и туда попасть в банк нет слава но что-то посильнее можно здесь сюда найти даже но это пластмассовая тоже ни о чем это не бьется ничего есть еще потяжелее тут вот давай металлическую вот эту хрень хотя она слабенькая нет надо еще более что-то ну-ка вот этой столько всего ведь тоже не работает ну как так то как-то наверное неправильно кидаем вот мы просто близко слишком подошли надо коса блин ну только что ой 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 пока я шумел там кто-то пришел блин я громко так хожу она идет за мной ой все глючит все она рядом блин вон он а мне че делать давай иди вали туда ушел нет ой строймер и брендон ты где все вышло из под контроль я все в секторе rd4 ты отвел всех вниз да но пока что мы в безопасности тебе надо торопиться они узнают где мы придут за нами об этом нет беспокойства летницы заблокировали лифты я отключил вынул из замка зачем ты ведь теперь тоже застрял только так я вас могу убить ступайте на шаттлы черт возьми блин там там пришли уже давай без героизма так уже не получится мужик с собой пожертвовал что это сломал лифт он вставил замок вот здесь что-то сказал он ключ лестницы тоже заблокированы или сюда какие карты можно изучить и и и и и и и и ты где И что так много здесь всяких? Ну, зато можно спрятаться. Сара, черт возьми, как мы можем быть уверены, что ковчег выдержит? Каждый запуск это лотерея, и вы это знаете. Хотелось бы показателей получше. Да что вам до них, это же просто данные, так? Ну да, просто данные. То есть они нас считают просто флешками, а мы, между прочим, уже обрели разум. Флешки не хотят быть просто данными, а борются за свое существование, и как-то так. Что это за ужас? Выживание сильнейших. Замечательно. В смысле просто данные? Здесь же тоже нет людей, и так-так-то. Давно уже нет. То есть они, каждый данный, не считают другого, человеком, а считают только себя. Так же, как и Кэтрин, который у нас находится в кармане. В умней инструменте. Где он? Слушай, пропал. Я просто думаю, мы... Мы тут ходим, сейчас наткнемся на него. Он никогда не шумит, непонятно вообще, где он. Так, здесь открывается. Там же капец, какая карта. Дальше я уже не прошла, естественно, потому что... Я поняла, что ничего не записывается. Поэтому... Идем потихонечку и готовимся бежать. Так, здесь ничего нет. Вообще здесь жопа, если прибежит вот эта хрень, то как бы мы никак здесь не обойдем, не обижим и не сможем сбежать. О! А вот и мы пришли с другой стороны. А здесь что, аптечка? Ага, ну что, нам надо ей пользоваться. Я пользуюсь этими аптечками, не знаю зачем. По идее, чем больше мы будем ими пользоваться, тем больше мы будем становиться уродливыми, подсаживаться на вот это вещество и станем такими же... Ой! А, фильмы! О, прикольно, садимся, посмотрим в кинотеатре. Фильмы что это? Так, нам это особо не может помочь, я думаю, что, ну вот, как-то так, да. А подожди, так это аптечка, она показывает, что надо... Нет, отстаньте, смотри. Че это? Не мешай мне, включи назад. Никто не смотрит. Такая презентация. Ой! Так, нам надо, наверное, с той стороны что-то сделать сначала, а потом уже изучать эту... Он уйдет, блядь. Сволочь, он уйдет. Че мне с ним делать? Вот здесь что-то можно было сделать. А, че-то не хватает. А, ну он же что-то нам говорил. Теперь это нужно найти и чего-то. Ты где? Куда? Слушай, исчез. Ну и где мне его искать? Он ходит, как ему вздумается. Я вообще не понимаю его траекторию. Аптечечка. Так, стоны. Это что такое? Это живое? Надо что-то найти потяжелее, кинуть в окно, разбить окно. По-любому, там что-то лежит. Много нет, это банка. Всего лишь один раз пошумели, а он решил, что он может здесь... Ходить, когда ему вздуматься. А куда он делся-то? Давай-ка, раз, два, три. Нет! Валим. Никто не приходит ко мне. Он же был здесь. Куда он убежал, что ли? Непонятно, то ли он не реагирует, то ли надо, чтобы было слишком рядом с ним. Тогда будет, ну-ка, давай-ка, быстрее разбивай, говорю. Да чтоб тебя! Не та. О, наконец-то запрыгнул быстрее! Сейчас придет, ведь придет. Что-то не показывает. Эк, мужик. Ага. У тебя ж тут, тут важный есть. Брэндон Бранн, хорошо. Забрать это нельзя, можно только посмотреть, что-то Брэндон Ван. А что-то не отдает. Извини, что так вышло, Брэндон. Прости, что не дали тебе покоя. Я бежит чудищ, да, ко мне? А здесь это мы не можем взять. Так он же закрыт, кто его съел? Вы меня не достанете, сволчи, слушайте меня! Их кого нет, кто его съел-то? Все закрыто, мы сами-то сюда еле попали. Хотя, то, что они могут стекла выбить, это странно. Я смотрю, уже времени много. Я думаю, что мы с вами продолжим изучать эту интересную станцию в следующий раз. Плэндис на полное прохождение игры Сома будет в описании. Я с вами прощаюсь, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok